здравствуйте драгоценные мы рады что вы снова присоединились к нашему служению и сегодня я хотел бы посмотреть на три народа или на 3 отношения которые возникают в наших сердцах вообще посмотреть на наше сердце конечно мы знаем на что бог обращает самое большое самое пристальное внимание конечно же на наше сердце вы все знаете правильный ответ но вот вопрос а как он смотрит на наше сердце как он замечает на что он обращает особое внимание прямо пристальное внимание что он хочет нам сказать через что он нам говорит как он нам может показать наше сердце чтобы мы увидели что в нем ведь иисус говорит больше всего хранимого храни сердце твое как же мы можем увидеть что в нашем сердце и вот на прошлой неделе меня очень вдохновили три истории из ветхого завета просто нагляднейшие потрясающие какие-то истории истории из жизни причем даже не израильского народа языческих народов и я был удивлен потому что оказывается бог очень внимательно смотрит и за языческими народами и за неверующими и за людьми которые вокруг нас окружают и он очень внимательно и пристально на все это смотрит и вначале я бы хотел вам просто напомнить о том что ветхий завет это про образы для нас чтобы мы не были похотливы как пишет апостол павел в 1 коринфянам 10 главе в 6 стихе в современном переводе написано все это весь ветхий завет служит нам примером чтобы мы не должны желать зла как желали они то есть ветхий завет вы наверное часто слышали что люди говорят вот там такие жестокости и все прочее на самом деле ветхий завет это прообраз это образ это образ того что сейчас находится внутри нас те народы которые там были разные те войны которые там происходили сейчас происходят внутри нас для нас это наглядный пример чтобы мы могли увидеть что происходит внутри нашего сердца внутри нас в другом месте писания написано что мысли и совесть они то оправдывают то осуждают друг друга то есть это тот тот ветхий завет те наглядные картины которые бог рисовал нам и которые бог нам оставил в библии в священном писании все это создано для того чтобы мы могли увидеть то невидимое что происходит в нашем сердце и в наших душах то есть закон который был внешний на самом деле переместился в наше сердце и сейчас мы можем увидеть если у нас желание любить желание служить желание что-то делать для близких для окружающих сейчас мы можем видеть как мы это делаем закон добр закон заповедь чиста и свята и ни одна йота из нее не исчезнет пока не исполнится вопрос весь в том когда мы читаем ветхий завет что проявляется в нашей жизни что выходит из наших сердец когда мы читаем то или иное когда мы сталкиваемся с законом и здесь самый наглядный пример который я могу привести это дети когда ты детям говоришь в начале что это правило правила хорошие я думаю о вас пожалуйста соблюдайте эти правила делайте вот так сначала дети это с радостью принимают они верят что папа их любит и о них заботиться когда наступает подростковый период что происходит бог дает возможность подросткам сомневаться проверять испытывать правду ли говорят а почему а зачем я должен это делать но для чего все это происходит не для того чтобы что-то разрушить а наоборот для того чтобы подросток убедился испытал и увидел что то что бог говорил к нему то что родители к нему говорили это правда и чтобы повзрослев подросток смог уже исполнять правила не потому что папа сказал а потому что я хочу это исполнить потому что я сам захотел чтобы закон был в моем сердце внутри чтобы эти заповеди внешние правила внешне переместились внутрь моего сердца и они стали частью меня чтобы я захотел исполнять заповеди чтобы я полюбил заповеди полюбил бога тем самым полюбил правила они бунтовал против них не выступал не и возмущался это очень легко в детстве все построено на контрастах это очень легко сказать это черно это белое на самом деле мы же знаем нет ничего особо черного или белого но наши отношения но окрашивает все в разные цвета и вот я подходя уже к самим этим история я хотел бы сказать что здесь показаны три отношения три детали или три вещи три народа языческих народа на которые бог обращает особое внимание прямо пристальное внимание прямо до детали и вот давайте перейдем книги езекииль 25 глава 3 стих я не буду читать всю главу а только некоторые моменты и я специально смотрел разные переводы и буду просто сразу читать разные переводы одних и тех же стихов чтобы у нас была просто наглядная картина о том как господь смотрит на что он смотрит на что он обращает свое внимание скажи им с 3 стиха езекииль 25 глава слушайте слово владыки господа так говорит господь за то что вы насмехались над моим святилищем потому что оно было осквернено я земле израиля потому что она была разорена и о народе иудеи когда он пошел в плен и в другом месте он дальше пишет за то что ты рукоплескал топал ногами возрадовался в совершенном отвращение души к земле израиля то есть такие эпитеты сразу начинаются в другом переводе этого же стиха написано ты злорадствуя с презрением к земле израиля если сейчас мы вернемся немного к предыстории этих стихов когда мы читаем предыдущие главы мы видим что сам бог за грехи израильского народа послал эти языческие народы и сказал им этим языческим народом нападайте разоряйте наказывайте иудейский народ не просто наказывайте разоряйте разрушаете храм ведите их в плен то есть можно сказать от имени этих народов сказать господь ты же сам нам сказал издеваться над ними разорять их наказывать их вести их в плен брать их в рабство ты же сам повелел нам это делать. Но Бог справедливый судья. Он все видит. Он видит, обозревает всю землю. Он очень внимателен к тому, что думают или говорят люди, причем даже нечестивые, даже грешники, даже люди, которые по нашему мнению не слышат Бога. Но Бог хорошо их смотрит. Не ты ли Бог дал право нам наказывать израильский народ, разорить его, губить, разрушать? И вот здесь одна из самых таких интересных моментов. Бог дал возможности, право человеку ошибиться. Бог дает право ошибаться правителям. Бог дал право ошибиться израильскому народу. Бог дает право ошибаться мужу, жене, детям. вопрос для чего? И вопрос, как мы на это реагируем? И вот знаете, Бог может дать право ошибаться, но мы видим в Священном Писании, что Он же и открывает глаза, Он дает покаяние, Бог же дает и спасение, и Он исцеляет. И когда Бог дает право кому-то ошибиться рядом, это только для того, чтобы мы могли увидеть свою собственную реакцию. чтобы мы могли увидеть, а-а-а, как написано в одном из современных переводов, а-а-а, израильский народ, ну вот, досталось же тебе. То есть там, по сути, люди, которые окружали израильский народ, они просто глумились, наслаждались, они говорили, а-а-а, ну все, вот тебе и досталось. То есть они просто, что-то исходило из их сердца. Мы можем увидеть во всех этих ситуациях только свою реакцию, потому что Бог дает возможность ожесточиться сердцу, Бог размягчает сердце, Бог открывает глаза, и Бог дает покаяние человеку. Но мне видится здесь одно условие, которое написано в притче 16 главе 7 стихе, и это правило очень хорошее. Когда Господу угодны пути твои, тогда Он и врагов примиряет с тобой. И вот все эти ситуации, которые происходят в нашей жизни, они только для того, чтобы мы увидели, что живет в нашем сердце, кто живет в нашем сердце, какой народ сейчас живет в моем сердце, какой народ преобладает сейчас в моем сердце. А сердце царя в Божьей руке, сердце людей в Божьих руках, и Он куда хочет, туда их и направляет. От нас зависит, угодно ли Богу наши пути, как мы реагируем. И вот последствия того, что один из народов насмехался над упавшим, может, согрешившим, может быть, просто грешником, может быть, пьяницей, может быть, человеком, который не может до сих пор справиться с какими-то своими проблемами. И Он говорит, зато Я отдам вас людям Востока, они захватят вашу землю, а мы понимаем, что это сердца, они захватят сердца, армии разобьют лагеря в вашей земле, в ваших сердцах, они будут жить, есть ваши плоды, пить ваше молоко, и сделают города ваши пастбищем для верблюдов, зато Я накажу вас, вы будете как добыча войны, вы потеряете свое наследство, умрете в далеких землях, Я уничтожу вашу страну, тогда вы поймете, что Я Господь. Замечу, что все наказание, о котором мы сейчас читали, это тоже наказание внутри нас. Бог разоряет наши сердца, иногда мы удивляемся, почему они ожесточаются, иногда мы удивляемся, почему там так много всяких мыслей, переживаний и нервов. И в наказании самое главное, на что бы я хотел обратить внимание, Бог здесь не говорит это с жестокостью, Он говорит, Я наказываю тебя, но только для того, чтобы ты понял, что Я Господь, Я держу все на этой земле, Я Господь Бог, и все в моих руках, только для этого. Если вы внимательно будете перечитывать, сейчас даже книги пророков, где пророки говорят о страшных наказаниях, всегда в конце они говорят, да, я вынужден послать наказание в твою жизнь, но только для того, чтобы ты покаялся, чтобы ты осознал, что Я Господь, Я все держу в своей руке, Я могу наказать, могу помиловать, Я могу благословить, могу что-то взять. Все, что здесь говорится о наказании, всегда в конце Бог говорит, только для того, чтобы ты узнал, что Я Бог, Я все держу в руке, Я храню, Я над всем бладычествую и ничто, говоря словами Нового Завета, даже волос с твоей головы не упадет без ведома Бога. Переходим к наглядной картине второго народа. Господь Всемогущий говорит, Мааф и Сеир говорят, что семья Иудеи такая же, как и любой другой народ. Смотрите, народ Иудин не лучше других народов. Господь Всемогущий говорит, люди Идома повернулись против Иудеи и пытались свести с ней счеты. Люди Идома виновны в этом. И так говорит Господь, Идом жестоко мстит сынам Иудиным. Месть его преступна. Эти же народы, если первый народ он смеялся, то этот народ он превозносился над другими людьми. Мы же понимаем, что здесь речь сейчас идет и не о израильском народе только, речь идет о нашем сердце, где наше сердце превозносится над другими, где мы сравниваем себя, как тот фарисей, который говорил, Господи, спасибо тебе, что я не такой грешный. оказывается, и религиозность может очень сильно превозноситься. Мы часто думаем, почему бывает наши родные, родственники не спасаются, но я замечаю иногда, что мы превозносимся над ними. Ну, когда же они спасутся, когда же они увидят, когда он перестанет пить. Человек пьет не потому, что он хочет пить, а потому, что он раб греха. А раб не делает своей воли, он выполняет волю того, кто его поработил. И здесь очень важная связь. Когда Богу угодны наши пути, когда мы в правильной позиции перед Богом, тогда Бог врагов примеряет с нами. Понимаете, непрямое воздействие идет, а воздействие от сердца через Бога к сердцу другого человека. Ну, как бы вот так. И в Римлянам второй главе мы можем прочитать с 13 стиха, это уже Новый Завет, и здесь Павел, уже обращаясь к церкви, он говорит, в день, когда по благовестию моему Бог будет судить тайные дела и мысли человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, знаешь волю Его, разумеешь лучшее, научаясь из закона и верен в себе и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет находящимся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истины, как же ты, уча другого, не учишь самого себя, проповедуя не красть крадешь, прелюбодействовать прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано имя Божьих у лиц и уязычников, как это перекликается с Ветхим Заветом, когда Бог очень строго смотрит на тех, кто превозносится над другими людьми, даже в своей правоте, даже над людьми, которые были неправы, даже над грешниками, даже над теми, кто согрешает или живет во грехе. Избавь нас, Господь, от этого во имя Иисуса Христа. Я вспоминаю один случай, один служитель, я лично знаком с ним, он однажды очень сильно заболел, и как водится, стал спрашивать у Бога, Господь, что случилось, и Бог ему вдруг напомнил одну картину, помнишь, говорит, ты проходил мимо забора и увидел там одного бомжа, пьяного вдрызг, что родилось в твоем сердце в тот момент? Этот служитель просто упал от присутствия Божьего и говорит, Господи, прости, невзначай, проходя мимо, Он говорит, я просто вдруг из моего сердца вылезло какое-то пренебрежение, брезгливость, этим грешником каким-то там с подворотни валяется, спит. Слава Богу, на тот момент все закончилось хорошо, на что Бог ответил этому служителю, я хочу поднять этого человека, спасти его и использовать его для славы своей. Но как же я могу это сделать, пока ты с пренебрежением к нему относишься? Последствия, которые приходят от пренебрежения, я сделаю границы твои уязвимыми, начиная с пограничных городов, я отдам эти города народам Востока, они получат твою землю, получат и уничтожат людей Аммона, после этого другие народы позабудут вообще о людях Аммона. Города отдадут в рабство, рабство это грех, это то, что приходит. потому так говорит гладыка Господь, я простру руку свою над Едомом и истреблю его жителей и скот, я опустошу его от Фимана до Дидана, все падут от меча. И в 11 стихе, когда Бог завершает свой суд, Он говорит и над Маамом произведу суд и узнают, что я Господь. Увидят, что я Бог всемогущий. С помощью людей Израиля я расквитаюсь все домом. Люди Израиля выразят мой гнев Едому, они поймут, что я наказываю их. Смотрите, из Икииля 25 глава 14 стих. Бог говорит, да, придет наказание, но только ради того, чтобы они поняли, что это я наказываю их. И здесь мы можем видеть сердце Бога, в отличие от того, что иногда люди видят в Ветхом Завете, когда я читал эти места Писания, я увидел милость. Бог здесь не наслаждается, а скорбит о том, что ему приходится наказывать. Он говорит, я накажу, да, но только ради того, чтобы ты понял, что это я, я, Господь, я все держу в руке, чтобы ты увидел, что я твой Бог, я хочу мира, я хочу любви, и весь Ветхий Завет, он полон этого, нежестокости, да, откроет Господь наши глаза, чтоб мы увидели это, весь Ветхий Завет полон милости, и даже наказание Божье, оно настолько милостиво. Давид потом писал, Господи, по милости Твоей суди меня и наказывай здесь на земле, чтоб я не был осужден в гиену огненную. Благо для меня, когда судит меня праведник, так говорили Божьи люди, потому что они понимали, что все, что делает Бог, оно к Его милости, к Его любви. И третья картина, так говорит Господь, за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе по вечной своей неприязни. Они мстили из-за злобы в сердце и стремились погубить Иуду по давней вражде. Мстили местью с отвращением в душе, истребляя ради вражды вечной. Были мстительные жестоки, они хотели уничтожить, они давали своему гневу гореть внутри вечно. Я накажу и я отомщу им, я дам им урок, говорит Господь, и они узнают, что я Господь. Даже в этих страшных ситуациях Бог опять наказывая Он говорит, я дам им урок, и они узреют, глаза их откроются, что я Бог, я всю землю обозреваю, и грешников самых последних, и праведников самых лучших. Я обозреваю все, я сердцеведец, я смотрю в сердце и вижу мотивы твои, вижу, что ты думаешь, вижу, как ты думаешь, вижу, что ты в сердце своем говоришь. Все начинается и заканчивается в сердце. Все между мной и Богом происходит внутри меня, и не как между мной и другим человеком, или тем более другим народом. Все между мной и Богом в сердце моем. Бог смотрит мое сердце. Как же я могу увидеть свое сердце? По своей реакции. Причем мудрые люди говорят по самой внезапной реакции, по самой неожиданной реакции, когда тебе наступили на ногу, когда вдруг разбили что-то, сломали, что первое вылетело из твоих уст? Это ты можешь увидеть, что живет в твоем сердце, что живет в моем сердце, кто живет в моем сердце. Даже если справедливо тебя обвиняют или несправедливо, это не имеет никакой разницы. абсолютно никакой. И вспоминая опять-таки Ветхий Завет, мы можем увидеть, что Бог в Ветхом Завете искал человека по сердцу своему. Что же говорить о Новом Завете? Дорогие, мы сейчас только про Ветхий Завет говорим. Если в Ветхом Завете Господь так внимательно смотрел на сердце, то что же говорить про Новый Завет? Ну, давайте еще пару примеров из Ветхого Завета. Конечно, когда мы говорим о сердце и о том, что Бог искал человека по сердцу своему, первый, кто у нас приходит на ум, это Давид. Его жизнь внешне, конечно, была очень разная. Но однозначно Бог говорил, я нашел себе человека по сердцу своему. И где же мы можем увидеть то, что Давид был по сердцу Божьему? Может быть, к концу жизни, может быть, но я вижу, что и в начале жизни он уже был по сердцу Божьему. Что-то было в его жизни, что было по сердцу Бога, что приносило наслаждение Богу. И вот мы можем открыть 1 царств, 17 главу, 28 стих. И здесь самая первая ситуация. Когда Давида послали на поле боя, когда вы все помните, был Саул с войском, и они были в трепете. И вот с 28 стиха, когда Давид пришел просто на битву, принес еду, вроде как бы, и услышал Елеаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елеаф на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел, на кого ты оставил немногих овец, тех в пустыне. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И вот ответ человека по сердцу Божьему. Что я сделал? Не слова ли это? Не слова ли это? И там дальше написано, поворотился Давид и начал разговаривать с другими людьми. Вот эта реакция, которую мы можем видеть. Еще есть одна ситуация. Во 2 царств 16 главе 5 стихе, когда Давид шел из Иерусалима и вот когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода и дома Саулова по имени семей сын Геры. Он шел и злословил и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую по левую сторону от царя. Так говорил семей злословия царя уходи убийца беззаконник Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова вместо которого ты воцарился и предал Господь царство в руки Авесолома сына твоего и вот ты в беде ибо ты кровопийца и сказал Авеса сын Саруин царю зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя пойду я и сниму с него голову даже слуги царя возмутились и сказал царь слова которые я хочу чтобы прижились в наших сердцах что мне и вам сыны Саруины пусть он злословит ибо Господь повелел ему злословить Давида кто же может сказать зачем ты это делаешь это фантастические слова я сколько времени уже пытаюсь как ты их примени но это не удается просто так я еще раз их прочитаю вы видите наглядную картину тут просто поносят человека оскорбляют всем чем можно и при этом сердце человека по Божьему говорит что мне и вам сыны Саруины пусть он злословит ибо Господь повелел ему злословить Давида кто же может сказать зачем ты это делаешь оставьте его пусть злословит ибо Господь повелел ему вот это реакция дай Бог нам идти этим высоким путем наших сердец конечно же сразу же вспоминается Моисей о котором сам Бог сказал это кратчайший человек на всей земле и что мы помним из жизни Моисея когда его обвиняли его любимые дорогие служители родственники он упал на колени и говорил прости Господь не вмини греха им прости их ибо не ведают что творят говоря словами Нового Завета в Новом Завете мы можем видеть наглядные картины Стефана первого мученика который нам показан в которого летели камни вы только вдумайтесь в человека летят камни на него его проклинают его убивают и написано а он молится прими дух мой Господи Иисусе и преклонив колени воскликнул громким голосом Господи не вмини им греха сего пример самого Христа нам тоже известен когда он сказал с голговской жертвы Господи прости отче прости ибо не знают что делают не было злобы не было ненависти не было злорадства не было ехидства вот она кульминация человеков по сердцу Божьему вот кульминация царства Божьего когда даже при справедливых обвинениях или несправедливых обвинениях ты можешь увидеть что нет злобы в ответ в твоем сердце нет превозношения нет высокомерия вот к чему направляет Господь еще в Ветхом Завете вот она победа Духа любить врага да что говорить о врагах любить мужа жену детей когда они непослушны не кричать на них не раздражаться что происходит когда ребенок меня не слушается вопрос что происходит с моим сердцем что выходит из моего сердца когда кто-то делает не так как должен делать вот герои победившие мир и плоть здесь вся сила воли воевать со своими мыслями с народами со своей реакцией вот она война где Бог сказал вырви глаз вырви это из сердца твоего вырви эти корни вырви эти народы которые поселились в твоем сердце и выходят из него вот она свобода выбора выбрать свободно не раздражаться не кричать промолчать или пройти тем самым верхним путем вышним путем если мы бывает промолчать то не можем а мы видим что даже в ветхом завете мужи божьи умудрялись ответить тихо ответить без гнева ответить спокойно сказать прости ибо не ведают что творят не слова ли это что тебе и мне сыны соруины Господь повелел ему хулить меня может быть Бог и увидит все и обозревает всю землю эти слова и говорят о том что у нас есть выбор у нас есть выбор как отреагировать у нас есть то на что обращать внимание в притчах опять таки в ветхом завете написано не радуйся когда упадет враг твой и да не веселится сердце твое когда он споткнется ибо иначе увидит Господь и не угодно будет это очам его и он отвратит от него гнев свой не негодуй злодеям не завидуй нечестивым в ветхом завете Бог обращается к народу который жил просто по заповедям и говорит не негодуй даже злодеям он он может быть злодеем он может ошибаться он может быть тысячу раз неправ что выходит из сердца твоего кто выходит и поднимает свой голос на что мы обращаем внимание на внешность чаши или на внутренность на внутренние плоды как часто мы восхищаемся вот этими победами я думаю вот это самое важное самое важное когда на день рождения тебе скажут я увидел характер твой вот это плод я увидел реакцию твою ты промолчал и это чудо божие потому что каждый из нас он понимает что чтобы промолчать нужно что-то больше чем психология нужно что-то больше чем просто молчать нужно иметь живые отношения с богом плоды в нашей жизни они вырастают от соков которыми питает нас господь и здесь ну не на что пенять если дерево засохло не будем осуждать себя за это давайте будем растить новые деревья каждый день растить новые семена вот этих слов не слова ли это господь повелел прости их господи ибо они ведают что творят ведь на самом деле грешные люди не понимают что они делают они находятся в рабстве греха и они не способны выбора выбора даже иметь свободного свободный выбор есть у нас отреагировать или нет у нас есть свободный выбор потому что Бог дал нам любовь свою силу свою и освободил нас от греха и теперь у нас появился свободный выбор чтобы выбирать что мы выбираем давайте выберем самое важное в жизни плоды давайте выберем самое важное в жизни любовь которую видно по нашей реакции давайте выберем самое важное очистить свое сердце, победить эти народы. Ведь Бог не дает нам ничего сверх силы. Значит, мы можем победить гнев. Давайте объявим войну гневу, раздражению. Давайте объявим войну настоящую. Бог дал нам силы. Он сказал, гнев не творит правды Божьи. Давайте не будем оправдывать гнев и говорить, гневаясь, не согрешайте. Это милость. Ну, если ты даже гневаешься, то хотя бы не согрешай. Бог говорит, что гнев вообще не творит правды Божьи. И Он говорит, гнев, злоречие, злословие, все да будет удалено от тебя. Мы можем объявить войну этим народам в наших сердцах, если мы выделим самое главное в нашей жизни. Ради чего? Что мы делаем? И для чего? Бог на нашей стороне. Давайте попросим Бога, чтобы Он открывал наши глаза. на самое важное, что Ему брозается в глаза. Дорогой Господь, мы молимся сейчас. Открывай наши глаза. Очищай наши сердца. Мы молимся, чтобы мы видели Тебя, видели Твою милость даже в наказании, даже в каких-то непонятных нам ситуациях. Мы видели Твою любовь. Мы видели ее и в обличении, и в Твоих судах, Господь. Мы видели Тебя. Мы видели, что Ты хочешь покаяния грешника гораздо больше, чем мы. Ты жаждешь спасения людей больше, чем мы этого жаждем. Господь, дай нам видеть Твое сердце. Дай нам видеть наши сердца. Направь наши взоры на очищение внутренности чаши. чтобы и внешность тоже была чиста. Господи, мы молимся, чтобы Ты не отрубил сухие ветки, но дал еще нам год, чтобы мы вырастили плоды на наших деревьях, на деревьях жизни, которые питаются у Твоих вод, которые текут от Твоего храма. Господь, мы молимся сейчас, как Иисус молился за смоковницу. дай еще год, пусть я буду возделывать ее. Может быть, она позеленеет. Может быть, она будет питаться соком и даст плоды. Господь, мы молимся сейчас за тех, кто в трудных ситуациях. Господь, мы молимся, чтобы мы видели Тебя. Мы видели свое сердце, мы взирали на самое важное. И мы растили эти семена, семена Твоего Царства. Мы растили эти деревья Твоего Царства для того, чтобы они приносили плод и чтобы плод этот пребывал. Господь, мы молимся, чтобы Ты открывал глаза, чтобы Ты простирал свою руку на соделание чудес и знамений, когда мы занимаемся самым важным в своей жизни, возделыванием своего сада, когда мы идем Твоим путем. Примиряй врагов с нами, потому что мы не можем зачастую их примирить. Мы не можем, бывает, примириться с нашими детьми, с нашими родными и близкими, Господь. Но мы знаем, что Ты можешь это сделать, если Тебе угодны наши пути. Господи, направь нас на этот путь, угодный Тебе. Направь нас к самим себе, к нашим сердцам. Направь, Господь, нас по этому пути Царства Твоего. Плодов Твоих, деревьев Твоих, которые видно по нашей реакции. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, да благословит нас Господь. Видеть самое важное, что есть в нашей жизни. В нашей сердце. И сейчас я хотел бы сказать огромное Вам спасибо за то, что Вы верны, за то, что Вы служите, за то, что Вы жертвуете. И благословит Вас Господь. И сейчас Вы можете посмотреть ролик о способах пожертвования. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если бы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые Вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт Нью Лайф в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда Вы жертвуете, Вы участвуете в деле распространения Евангелия.